Так, что еще хотел по ДИИ сказать. Значит, для того, чтобы отправить документы, вам их нужно подписать электронной цифровой подписью. Там есть возможность выбора. Либо это ДИИА-питпись, либо это подпись от Приватбанка. Ну вот я первый раз, когда подавался на Механика, я подписывал ДИИ-подписью. Намучился, изрядно, несколько раз сделал. Крайне советую вам зайти в Приват24, если у вас есть. Сгенерировать электронную цифровую подпись и подписывать ей. Вот второй раз я подписывал цифровую подпись от Приватбанка. Быстро, без проблем. Ну там где-то 3-4 минуты она все это дело подписывает. Без ошибок, с первого раза я подписал. Это из тонкостей и нюансов по подаче документов. Я же говорю, сложного там абсолютно ничего нет. Указывайте дату посадки на судно, если послужная, дату списания судна, название судна. Там все документы, там все сертификаты подгружаете, подтягиваете. Размер где-то в пределах полутора мегабайт, по-моему, там можно. Ну я больше, по крайней мере, по размеру не грузил. Вот. Ну будут какие-то дополнительные вопросы, пишите, я отвечу. Значит, что еще хотел сказать по... По поводу документов, которые нужны. Ну я вот сказал вам про паспорт моряка, про загран. В принципе, все остальные документы, там перечень стандартный, прямо на сайте ДИИ. Еще раз скажу, там ничего сложного нет. Значит, по поводу МИД-комиссии я хотел сказать пару слов. Значит, принимают только украинскую МИД-комиссию. Каким образом, значит, я решил этот вопрос? У меня была румынская медкомиссия, действительно, на два года выданная. Значит, я связался с клиникой Эльмед в Одессе, есть такая. И там доктор мне на основании моей легитимной румынской медкомиссии заверила комиссию уже украинскую. Я вам советую поступить так же, чтобы все-таки это более-менее легально. У меня на основании действительно медкомиссии, мне просто доктор, взяв на себя ответственность, заверила украинскую медкомиссию, проанализировав мою румынскую. Я вам рекомендую поступить тем же образом, потому что неизвестно, как будут, если вам, допустим, дадут медкомиссию, а вы фактически не были в Украине, и на основании чего вам ее дали, чтобы не было к вам вопросов. Лучше поступать таким образом на основании действующей медкомиссии, делать украинскую. Что важно еще знать, значит, нескольким ребятам забраковали, отказали в рассмотрении заявки в ДИЮ, потому что на их медкомиссии не стояла их личная подпись. Очень важный момент. У меня почему-то получилось первый раз проскочить, я не знал об этом, я не расписался в медкомиссии украинской, и она прошла. Вот, сейчас второй раз, когда загружал ее, мне пришлось ее пойти распечатать в цвете, чтобы все было красиво, расписаться, загрузить еще раз. Так что знайте, что на медкомиссии должна быть ваша подпись. И мне известно о четырех случаях, когда ребятам отказали из-за того, что комиссия была не подписана. Вот, что по срокам? Ну, значит, по срокам примерно...